Приближается к решающей фазе кампания по выборам президента России. Впереди телевизионные дебаты кандидатов. Состоялась жеребьевка по распределению эфирного времени. А дебаты начнутся 27 февраля, в том числе и на нашем канале в утреннем эфире. Вопросы общественного мнения, безусловно, лидирует Владимир Путин. Заметные цифры сторонников показывают Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Они борются за второе место. У остальных кандидатов цифры низкие, фактически в пределах статистической погрешности. Подробности кампании в материале Александра Черепниной. На светло-зеленом фоне и черным шрифтом. 8 фамилий в алфавитном порядке. Первый тираж. Почти 2 миллиона бюллетеней отпечатан, упакован и прямо на вознаке передан представителям Центра избиркома. Если бланки раздать избирателям не через месяц, а в это воскресенье, то голоса, по данным в ЦОМ, распределились бы следующим образом. 71,5% поддержал бы Владимира Путина. Чуть более чем на 7% мог бы рассчитывать Павел Грудинин от КПРФ. Далее Владимир Жириновский от ЛДПР с 5,5%. 1% получила бы Ксения Собчак от гражданской инициативы. 0,8% Григорий Явлинский от Яблока. 0,5% избирателей проголосовали бы за Сергея Бабурина от Российского общенародного союза. 0,2% за Бориса Титова от партии Роста. И 0,1% за Максима Сурайкина от коммунистов России. Кандидат-лидер, единственный претендент на победу, конечно, Владимир Путин. Мы видим, что его известность абсолютная. 99,6% опрошенных знают, кто это такой. Его лидерство не подверглось какому-то серьезному испытанию на прочность со стороны других кандидатов. В общественных приемных Владимира Путина с избирателями на этой неделе встречались его доверенные лица. Фиксировали обращения, по большей части вполне конкретные. Дети в детских садах не разделяются на столы. И как детям, у которых страдают аллергией и непереносимостью каких-то продуктов, выживать в этой ситуации. Проблему, которую мы вынесем в рамках общероссийского народного фронта и обсудим. Либо это действительно давать этим родителям какую-то компенсацию, чтобы они могли изменять стол внутри этого детского сада. Стол на этой масленичной неделе накрывали в предвыборном штабе Путина в Москве. И блины пекли здесь же, не отрываясь от дел. Мастер-класс от Аркадия Новикова, доверенного лица и успешного ресторатора. Пора переворачивать, смотрите, и я переворачиваю. А в региональных штабах Владимира Путина продолжали набирать волонтеров. С желающими вступить в их ряды беседовали действующие добровольцы. В Петербурге эта роль отведена Георгию Кантария, правнуку знаменитого красноармейца, одного из тех, кто водрузил знамя победы над поверженным Рейхстагом. Ребята обрабатывают информацию по волонтерам, которые уже прошли собеседование. У нас в день проходит 40-50 человек. Я лично провожу собеседование. Волонтеров ждут не только в штабах кандидатов. С просьбой стать помощниками на выборах в тех же участковых избиркомах обратилась ко всем неравнодушным глава ЦИК Элла Памфилова. За ходом избирательной кампании сейчас следят и общественники. Так Павел Данилин, член общественной палаты Москвы, наткнувшись в интернете вот на эту публикацию, решил попробовать разобраться, соответствует ли она действительности. На фото памятки избирателей в мусорном баке. И комментарии следующие. Вышел выносить мусор, а в мусорном баке такое. Павел Данилин обратился в компетентные органы и на предоставленных ему записях с камер видеонаблюдения узнал оппозиционного активиста. Вот этот самый оппозиционный деятель сам пришел, взял пачку, подошел к помойке, разложил эту пачку, сфотографировал это и удовлетворенный ушел. И подобных провокаций становится тем больше, чем ближе день выборов. Еще пример опять фотография в Твиттере. На ней якобы очередь в МФЦ и комментарии, словно под копирку, о том, что московских метростроевцев вынуждают писать заявление о желании проголосовать по месту пребывания. Намек на то, что с помощью административного ресурса их заставят поставить галочку в бюллетене там, где надо. А вот оригинал той фотографии. Очередь настоящая. Только не в Москве, а в Твери. И не метростроевцев, а просто жителей. Их не сгоняют, а пришли по своим делам. Просто новая компьютерная система Росреестра дала сбой. И пришлось людям ждать. И местные агентства об этом писали. Эти фотографии в публикации Тверского издания. И они относятся к декабрю 2017 года. Да, там действительно изображена очередь в МФЦ. Но это была очередь для оформления сделок с недвижимостью в Твери в декабре 2017 года. То есть никакого отношения ни к выборам президента, ни к 2018 году в текущей фотографии не имеют. Кандидаты на пост президента на этой неделе снова встречались с избирателями. Максим Суракин, в очередной раз инспектируя мясные прилавки, говорил о своей формуле власти. В ее основе расширение социальных программ и национализация собственности. То есть фактически возвращение страны на социалистический путь. В частности, Сурайкин затронул тему давления крупных торговых сетей на малый бизнес. Мы считаем, что крупные сетевые структуры магазинов должны быть национализированы и цены на них контролироваться. Если мы проведем реформу, и государство возьмет под контроль эту сферу, мы можем обеспечить и планомерное снижение цен на продукты, и исключение коррупции в этой части, и развитие магазинов шаговой доступности, чтобы люди могли выйти из дома, пройти буквально недалеко, купить все необходимые продукты для жизни. Особенно это важно для пенсионеров старшего поколения. И это все возможно. С рейдом на городской рынок во время своей поездки в Саратов отправился и Григорий Явлинский, пытаясь выяснить, не будет ли каких-то ограничений для фермеров, если те пожелают работать без перекупщиков. А если фермер сам сюда приедет? Ну, может сам сдать. А так вообще ярмарки у нас есть, фермеры продают там. Ну, раз в неделю. А если на каждый день приедет сюда сам? Ну, можно договориться, наверное, есть места здесь. Свою предвыборную программу Явлинский обсуждал и в Москве с координаторами волонтерского проекта партии «Яблоко» и в Санкт-Петербурге, где встретился с деятелями науки, образования и культуры. В первые 100 дней нужно решить проблему изменения структуры расходов государственного бюджета. Сегодня на культуру 0,6% федерального бюджета. Ну вот, безболезненно. Можно эту величину довести до 2%. Это уже огромный сдвиг. А в части образования сейчас у нас 3,9%, а можно довести до 6%. А Сергей Бабурин свою предвыборную программу озвучил впервые. Она включает модернизацию экономики, борьбу с коррупцией, реформу судебной системы. Во время поездки в Омск, город ему, к слову, хорошо знаком, в местном университете он начинал преподавательскую деятельность, Бабурин объяснил, почему решил участвовать в выборах. Я пошел для того, чтобы у нас в стране, в обществе пробудилось осознание необходимости перемен, и не просто перемен. Это должен быть русский выбор. Русский выбор, заключающийся в справедливости, в достоинстве, в честном труде и достойной заработной плате. Борис Титов, сделавший в своей компании акцент на предпринимателей, ведь он известен как бизнес-омбудсмен, побывал в Крыму, пообщался с владельцем придорожного кафе, ценил местную кухню. А это как называется? Сапсат-дандерная. Это настоящий крымский. Чебурек можно? Я еще чебурек люблю. Хорошо. Попробовал местных устриц. Устрицы наши ничем не хуже, чем ихние. По вкусу не хуже и по количеству уже обеспечивают. И озвучил актуальное для Крыма предложение о сезонных патентах. Мы предлагаем патент для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, когда можно будет регистрироваться на удобный срок. Здесь особенно это важно. Полгода зарегистрироваться, полгода не платишь, потому что все очень связано с сезоном. Во-вторых, эта стоимость должна быть не более 20 тысяч рублей на год, платить пропорционально. В-третьих, не надо будет регистрироваться как ИП. Ксения Собчак на этой неделе посетила светское мероприятие юбилей журнала «Русский пионер», где зачитала одну из своих колонок. Россия – европейская страна. Мы географически, исторически и культурно являемся частью Европы. И у нас нет никакого другого пути, кроме европейского. Для нас нет и не может быть никаких других ценностей, кроме наших, общеевропейских ценностей. Никаких особых нормозаконов, кроме признанных развитыми странами. Россия – страна великой европейской культуры. Журналистов Ксения Анатольевна пригласила и на свою встречу с известным советским диссидентом Сергеем Ковалевым, который в присутствии камер согласился стать ее доверенным лицом. Работа помогает всем, чем что надо. Для меня это большое событие и большое доверие. Для меня это, знаете, я буду рассчитывать, как будто это аванс. А спустя пару дней отказался. Назвав свое решение поспешным и ошибочным, соответствующее заявление было опубликовано на сайте Яблока. Ковалев входит в политкомитет этой партии. Добрые намерения в гражданских делах разлетаются в пыль, как только вступают в игру наработанные профессиональные приемы, приспособленные к иным задачам, ну, например, шоу-бизнеса, рекламы. Показать себя избирателю с разных сторон старался Владимир Жириновский. Мастерил скворечники на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Смоленске. Я еще здесь, чтобы все видели, что я умею. Пробовал себя в качестве стрелка в московском тире. И в качестве работника ЗАГСа на торжественной регистрации брака. Вот вы, муж и жена, видите, как я, цвет свидетельства, почти вот моя рубашка. А силы восстанавливал в медцентре при российском новом университете. Опробовал в действии аппарат, который, по словам врачей, улучшает общее состояние организма. И заявил на встрече со студентами. Правильная диагностика – это не только из области медицины. Я бы хотел, чтобы вы лучше научились быстро и правильно ставить политические диагнозы. Потому что врачи, наши ученые могут правильно поставить диагнозы, лечить, дать больше энергии гражданам. Но если будет неправильная формула власти, или будут ошибки у тех чиновников, которые отвечают за нашу с вами жизнь и безопасность, то будет слишком много жертв. Именно между Владимиром Жириновским и Павлом Грудининым, по мнению главы в ЦИОМ, развернется борьба за второе место. Самый опытный участник президентской гонки против новичка, узнаваемость которого, впрочем, за последнее время буквально взлетела. 70% российских избирателей знают или что-то слышали о кандидате от КПРФ. На фоне такого быстрого роста известности рейтинг кандидата находится в состоянии стагнации. Не дотягивает до рейтинга КПРФ. У кандидата, я напомню, он 7,3, у партии это 9,6% избирателей. Получается, что Грудинин получил поддержку сегодня только половины сторонников той партии, которая его выдвинула. Сомнения не только среди сторонников партии, но и, как оказалось, в ее рядах. В региональных отделениях назрел вопрос. Бизнесмен и капиталист обаллотируются от коммунистов. Но не парадокс ли? Это, конечно, вообще была неожиданность. Он не является членом КПРФ. И для многих коммунистов это, конечно, основная точка, на которой идут разногласия. Мы не можем своим избирателям ответить. У нас что, нет своих кандидатов? Почему нам навязали кандидатуру? Почему этот человек, имея зарубежные офшоры, миллиардные счета, которые он не показывает, ему не применяют никаких санкций? Уж не раскол ли это левого фланга политических сил? Лидера КПРФ журналисты напрямую спросили, не собирается ли он после выборов передать партию Грудинину. Геннадий Зюганов дал понять, что делать этого не намерен. Он беспартийный, он не вступал в КПРФ. И мы осознанно поддерживали, как человека, который, разделяя наши идеи, понимает, что такое малый и средний бизнес, который сознает, что такое современные производства, который сумел аккумулировать у себя в соцгородке все лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни. Накануне кандидат от КПРФ встречался с обманутыми дольщиками. Должна власть работать, она должна писать такие законы, которые бы позволяли не строить эти финансово-строительные пирамиды. Но если власть, вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным делом, а это организовывать жизнь, хорошую жизнь граждан, занимается взятками, коррупцией, то в результате мы получаем то, что мы вот сейчас имеем. Дольщики приехали на Всероссийский съезд организованной партии в надежде, что там им помогут. Но вместо этого в зале погас свет, а на экране начался фильм о совхозе имени Ленина. Люди, многие из которых не могут получить свои квартиры по 10-15 лет, стали возмущаться. Тех, кто пытался хотя бы начать разговор по заявленной теме, выгоняли на улицу. Это организовывалось для дольщиков. Я вроде же ка-царицы, нас же 6 тысяч рублей. Живите, пожалуйста. Нам сейчас объявляют, что из Санкт-Петербурга решить проблему, выслушали какие-то агитации. Фильм показали про Грудинина, что у него есть совхоз, и какой этот совхоз замечательный. И что из этого, как мне это поможет, вот решить проблему обманутого дольщиков. С агитационной кампанией Грудинин на этот раз опять уезжал в регионы. В Барнауле его снова спрашивали о зарубежных счетах. О том, что подтверждения об их закрытии до сих пор нет, бизнесмену в очередной раз напомнили и в ЦИКе. Он перенаправил Центр-избирком в налоговую службу, уверяя, что все уведомления отправил куда в начале февраля. В налоговой, в свою очередь, заявили. Никаких уведомлений в указанный срок не получали. А во время поездки в Новосибирск Грудинина спросили еще и про его бизнес. Не жалко ли будет с ним расставаться в случае победы на выборах? И вот ответ с многозначительной оговоркой, на которую все обратили внимание. Есть законодательство Российской Федерации. Есть разные методы обхода, ну не обхода, а решения этой проблемы. Вы можете отдать свои акции в траст, в фонды. У меня нет сомнений, что я выполню все нормы законодательства, если меня выберут президентом. И буду с удовольствием наблюдать, как развивается мое хозяйство. Вообще, эта неделя у кандидата от КПРФ и его команды выдалась бурной взять хотя бы ту же встречу с коллективом фабрики «Большевичка». Оказалось, что помещение для нее подыскали слишком тесное. Началось столпотворение. А виновниками, недолго думая, назначили журналистов, которых сами же и пригласили. Вот между нами, я имею в виду людьми, которые ходят в будущего России, и между вами все время стоят какие-то журналисты. Причем эти журналисты все время говорят неправду. Кое-кто из организаторов даже пытался мешать съемкам, а кандидат призывал выгнать журналистов со встречи, забыв, очевидно, о том, как еще недавно жаловался, что пресса проявляет к нему мало внимания. Давайте все уйдете, а? Ну давайте все уйдете. Мы же не с вами пришли разговаривать. В чем наша ошибка? Что мы сообщили, что мы приедем сюда. Надо ездить по-тихому. На этой же неделе ЦИК распределил между кандидатами бесплатное время на пяти федеральных каналах, трех радиостанциях, а также площади в 15 печатных изданиях. Предвыборная гонка вышла на новый этап – агитация. Она закончится за сутки до дня голосования, когда наступит день тишины. Александра Черепнина, Надежда Каширская и Виталий Зайцев. Первый канал. Воскресное время.